Веслихана Кавюль на обложке американского издания. Мирьем Узерли участвует в престижном международном форуме. Мерту Язаджолу пришлось отвечать на неудобные вопросы об Офле Сарачеву. Добрый день, друзья! В эфире наша рубрика «Ежедневные новости турецких сериалов». Я отвечаю на ваши вопросы по вторникам, ну а в остальные дни вы можете следить за новостями Турдизи в нашей группе. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Гипсе Азай, которая посетила церемонию награждения премии Немара Синана, ответила на вопрос, не ревнует ли она своего супруга Барыша Ардуча к многочисленным поклонницам. «Сколько времени уже прошло, невероятно!» – улыбаясь, ответила она. «Я не могу спать по ночам. Шучу, конечно. Нет, конечно, я не ревную. Это, на мой взгляд, связано с уверенностью в себе. Если ты уверен в себе, то не ревнуешь. У меня хорошее настроение, приятное лицо, не так ли? Я не считаю себя красивой, но я позитивна. Я считаю себя трудолюбивой». Совершенно верный подход. Когда человек уверен в себе, то ревности он не испытывает, полностью доверяя тому человеку, с которым он связал свою жизнь. Если доверие будет утеряно, то, конечно, придётся расставаться. Но терзать себя попусту пустыми сомнениями, подозрениями, мучиться, переживать – это совершенно не нужно. В жизни столько интересных вещей, что тратить её на пустое самокопание, я думаю, никому не стоит, в том числе и людям, которые женаты или замужем за известными личностями. Наконец-то пришла информация по сериалам телеканала АТВ. В основном телеканал принял решение закрыть свои проекты. Так, сериал «Я не могу вписаться в этот мир» сделает финал на 68-й серии. Сериал «Предательство» сделает финал на 71-й серии. В принципе, его могли бы продолжить на следующий сезон, но Махиде Перчин, видимо, решила, что уже достаточно. И я думаю, это решение правильное. Сериал «Жар птицы» также сделает финал на следующей неделе. И в следующем сезоне продолжит свою трансляцию сериалы «Основание Осман» и «Мои братья и сёстры». Насчёт «Основание Осман» всё понятно. Это один из лидеров турецкого эфира, и никаких сомнений по поводу его продолжения быть не может. Но вот мои братья и сёстры, у них рейтинги довольно сильно просели в последнем сезоне. И я не уверена, что следующий сезон принесёт им большой успех. А значит, несмотря на то, что сериал продлили, в любой момент его могут закрыть уже осенью. Такое случалось, к сожалению. Так что посмотрим, как они выкрутятся из этой сложной ситуации, сценаристы. Тем более, что, скорее всего, уйдут ещё актёры из проекта. И фактически им нужно будет начинать эту историю заново. Только от братьев и сёстр, видимо, уже никого и не останется. По сообщению Берсена Алтунташ, сериал «Дикий» меняет день вещания. Начиная с 4 мая, он будет выходить по субботам. Решение о том, завершать ли сезон или продолжать сериал, будет приниматься, исходя из его рейтингов. Вообще, это хорошая новость, а не плохая, как многие могли бы подумать. Дело в том, что «Дикий» держался очень неплохо в эфире до появления сериала «Бахар», который сразу занял первое место в рейтингах Турции и, естественно, всех конкурентов очень серьёзно подкосил. «Бахар» выходит по вторникам и нужно было принимать решение либо закрывать сериалы, которые выходят в этот день, либо переносить их на другой день и попытаться таким образом спасти положение. Телеканал «Нау» сначала принял решение закрыть сериал «Дикий» в конце сезона, но затем всё-таки решили дать второй шанс и перенесли на субботу. Если в субботу рейтинги поднимутся, то есть шанс, что сериал пойдёт и на второй сезон. Если же ситуация не исправится, в таком случае, к сожалению, будет сделан финал. Так что наблюдаем, что получится из этого переноса. Ходили слухи, что Бюленд Шакрак изменил своей жене Джейде Тювенжи с коллегой по сериалу «Голубая клетка» Эсрой Акпенар, что стало причиной развода супругов. Вчера пару заметили вместе в районе Этилер. Похоже, слухи подтвердились. Честно говоря, было очень хорошего мнения о Бюленде Шакраке. Мне он казался порядочным семьянином, очень хорошим человеком, который взял на себя заботу о дочери своей супруги от первого брака. И вообще был образец мужчины для меня. Но, к сожалению, вынуждена признать, что он меня очень сильно разочаровал. Говорят, что он не просто закрутил роман, но еще и попросил у Джейды развод. Именно он выступил его инициатором. Но, правда, она не очень сопротивлялась. И, кстати, у Джейды все в порядке. У нее уже новый возлюбленный. Так что посмотрим, кто в этой истории проиграл, а кто выиграл. Как говорится, если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло. Продолжаются съемки нового сериала Шехерезада, главные роли в котором исполняют Бурак Теннис и Субурджу Язгы Джашкун. Бурака смогли поймать только со спины. У него, кстати, короткая прическа, как выяснилось. Ну а Субурджу опубликовала новые фото, на которых она выглядит совершенно роскошно. Конечно, удивительная красавица. Редко такую девушку встретишь на улицах Истамбула, и Москвы, и любых городов мира. Я надеюсь, что у нее будет очень большое будущее, поскольку она не только красива, но еще и талантлива. Играть она умеет. И надеюсь, что этот новый проект принесет ей дополнительную известность. Возможно, прославит ее имя во всем мире. Будем надеяться на лучшее. Телеканал «Канал Д» вскоре представит зрителям новый сериал «Ложь» и «Алан», главные роли в котором исполняют Аслыхан Гюнер и Фияс Думан. Разумеется, не очень понятно, почему они решили начать показ в конце сезона практически. Может быть, они продолжат летом. Это было бы более естественно. Хотя сериал явно не для летнего сезона. Это тяжелая драма о женщине, которая отсидела в тюрьме 20 лет и, выйдя на свободу, сталкивается с огромной лужью. Тем более, что она невиновна и отсидела, по сути, зря. Надеюсь, что сериал не окажется провальным. Но, скорее всего, даже в случае успеха, я думаю, что он будет идти всего два месяца и возьмет все-таки перерыв на летний сезон. Посмотрим, оправдаются ли мои предположения. В любом случае, честно говоря, время меня немного настораживает. Но посмотрим, как получится. Может быть, я окажусь и неправа. Популярная турецкая актриса Неслихана Тагюль стала лицом цифровой обложки влиятельного международного журнала «Хола Юйса». Заголовок гласит «Королева турецкого телевидения Неслихана Тагюль откровенно рассказывает о себе во время своего первого визита в Майами. Мировая звезда малых экранов». Я напоминаю, что в Майами выходили два сериала Неслихан. Это «Черная любовь», который имел огромный успех на испаноязычных телеканалах в США. И затем выходил также «Дочь посла», который также пользовался большим успехом. Так что неудивительно, что именно Неслихан появилась на обложке пусть и испаноязычного журнала, но всё-таки выходящего из США. И, кстати, испаноязычные каналы обладают в США наибольшей аудиторией, поскольку испаноязычная аудитория в США постоянно расширяется. И я думаю, что в ближайшие пару десятков лет США станет не англоговорящей, а именно испаноговорящей страной. Во всяком случае, об этом свидетельствуют последние научные исследования. Мирье Музерли, получившая мировую популярность благодаря сериалу «Великолепный век», выступила в качестве спикера на влиятельном международном форуме по расширению прав и возможностей женщин, который проходил в Дубае. Это мероприятие собрало более двух тысяч участников и более ста известных спикеров, включая бывшую первую леди Франции Карлу Бруни-Саркази, теннисистку Марию Шарапову и представителей монарших семей стран региона. Мирьям, конечно, большая молодец в этом смысле. И она, несмотря на то, что уже давно не снимается в Турдизе, продолжает оставаться одной из ведущих турецких актрис, которые представляют Турцию за пределами этой страны. И у неё, в общем-то, неплохо получается. Представляет она свою вторую родину очень достойно. Но всё-таки хотелось бы, чтобы она не только фестивалила, но и занималась своей непосредственной работой, то есть снималась в сериалах или фильмах. Пока, увы, у неё новых проектов нет. Сыла Тюрколу на презентации бренда Хамель, лицом которого она является, объяснила, что внешние изменения в её облике связаны не с пластическими операциями, а с тем, что с возрастом она научилась правильно наносить макияж и делать красивые фотографии. Она сказала, что раньше в молодости не умела себя красиво подавать из-за неопытности. По её словам, различия между старыми и новыми фото вызваны именно этим фактором развития навыков. Вообще-то мы с возрастом все меняемся, причём довольно сильно. Иногда в плохую сторону, иногда в хорошую. Тут уж зависит от самого человека, насколько он ведёт правильный образ жизни, следит за собой, занимается спортом и так далее. Если у Сылы есть возможность вести здоровый образ жизни и правильно ухаживать за собой, плюс ещё дополнительно она научилась искусству макияжа, то ничего удивительного в том, что из красивой, но обычной девушки она превратилась в настоящую красавицу. Не всё зависит от рук хирургов, иногда нужно и самим постараться. Вчера завершились съёмки сериала телеканала НАУ «Не бойся, я с тобой», и последняя серия выйдет в эфир уже в эту субботу. Увы, к сожалению, не всегда сериалы оказываются удачными. Примерно на 100 сериалов, которые выходят в эфир каждый год, 90 не показывают каких-то особых результатов, и из них только 5-6 становятся хорошими, успешными проектами. Так что ничего удивительного в том, что и этот сериал потерпел неудачу, нет, и это не повод расстраиваться. Популярный турецкий сериал «Разведка» официально продлён на пятый сезон. Согласно имеющейся информации, текущий четвёртый сезон подойдёт к концу после показа 111 или 112 серии в июне текущего года. Также стало известно, что ближе к финалу нынешнего сезона начнутся уходы некоторых актёров из сериала. Одна из главных звёзд «Райбуки Пусат» продолжит сниматься и в пятом сезоне. Однако пока неясно, вернётся ли к своей роли Амера Атмаджи, Мурат Елдырым. Ходят слухи, что он может покинуть проект. Мурат первоначально подписал контракт только на один сезон, но затем по настоянию канала ТРТ-1 и продюсеров согласился сняться и во втором сезоне. Таким образом, судьба его персонажа в дальнейшем под вопросом, в то время как остальные подробности грядущих кадровых перестановок в актёрском составе пока не разглашаются. Я вообще-то и раньше вам говорила о том, что, скорее всего, Мурат уйдёт из сериала. Если он продлит свой контракт, это будет настоящим чудом. Но то, что сериал пошёл на пятый сезон, тоже вполне естественно. У него стабильные рейтинги и вполне понятно, что такой, тем более, патриотический проект телеканал ТРТ-1 так просто не отпустит. По информации издания «Хабертюрк», на недавней церемонии вручения премии Мемара Синана звезда сериала «Красные бутоны» Мерт Езеджулу испытал смущение, когда его спросили о том, почему он расстался с Афрой Сарачулу. Пара встречалась около четырёх лет, но рассталась, и вскоре Мерт начал новые отношения с Дилан Чичик Денис, которая была подругой Афры. На вопрос об этой ситуации Мерт ответил. «Много времени прошло с тех отношений. Теперь каждый из нас живёт своей жизнью. Уже прошло два года. Нет нужды постоянно возвращаться и обсуждать одно и то же. Я напоминаю, что после разрыва с Мертом Афра завязала новые отношения с Мертом Рамазаном Демиром. И эта пара до сих пор вместе. Честно говоря, очень непорядочно ведут себя журналисты. Если они встречались и расстались два года назад, что тут обсуждать? Было и прошло. Люди молодые, у них впереди ещё масса различных отношений. Может быть, какие-то будут неудачными, может быть, какие-то будут удачными. Но постоянно возвращаться в прошлое, как это делают журналисты, попросту неприлично. Я надеюсь, что рано или поздно эти вопросы всё-таки завершатся». Теперь давайте посмотрим на рейтинг за четверг 25 апреля. Сериал «Жемчужные зёрна» вырос в Total и в AB. Проект сценариста и продюсера Илмаза Эрдаана, который также исполняет главную роль в этом сериале, пользуется большой популярностью у турецкого зрителя. Будет ли он также востребован за пределами Турции, пока сказать сложно. В любом случае, это успешный сериал, который уже продлён на второй сезон. Сериал «Безграничная любовь» потерял в Total и в AB. Проект продюсера Фатиха Аксоя остаётся весьма востребованным у зрителей категории Total, хотя и не имеет большой аудитории в AB. Напомним, что сериал уже получил «Зелёный свет» на второй сезон. Остаётся надеяться, что сценаристы проведут работу над ошибками и поднимут интерес в категории AB в новом сезоне. Сериал «Предательство» вырос в Total и в AB. Продюсеры не смогли убедить звезду проекта Вахиды Перчин продлить контракт ещё на один сезон, поэтому сериал сделает финал в конце этого сезона, оставив после себя приятное послевкусие. Сериал «Спрячь меня» вырос в Total, но потерял в AB. Впрочем, это уже не имеет значения. Проект компании OGM Pictures сделает финал в следующий четверг. Сериал «Сказка из пепла» вырос в Total и в AB. Проект государственного телеканала TRT1 так и не смог получить внимание зрителей и сделает финал в следующий четверг. Итак, наш новостной выпуск подошёл к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете посмотреть моё видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актёрах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова